Сегодня я решил выпустить ролик в необычном формате. Для начала я проводил опрос в Телеграме и там вроде как идею такого формата поддержали. Кто кстати не подписан на мой Телеграм канал, самое время подписаться, ссылка есть в описании. Вкратце в чем же будет заключаться, назовем это все-таки формат таких роликов. У меня например иногда возникает желание посмотреть определенный фильм, но не целиком, а только ключевые моменты. По сути подобного рода ролики и будут ключевыми моментами фильмов или сериалов. Или другими словами краткое содержание сюжета, которое я разбавлю интересными фактами и историями связанными с фильмами и сериалами. Если вам такая идея по душе, поддержите этот ролик лайком. Для пилотного, так скажем, выпуска я решил взять один из самых известных, наверное, в мире фильмов. Который подойдет для всех возрастов и нравится он практически всем. Итак, о чем был фильм «Зеленая миля»? Начинается картина с ночного кошмара старика. Когда он просыпается, мы вместе с ним оказываемся в доме престарелых. Зовут этого старика Пол Эншкомп. Ему 108 лет. Но чувствует он себя превосходно и даже в состоянии каждый день совершать долгую прогулку. Кстати, прогулки в этом заведении не очень-то и одобряют. И если чуть забежать вперед и обратить внимание на цвет Пола в коридоре, который зеленый и другие факторы, то в целом можно сделать вывод, что Пол сейчас практически заключенный, как и другие старики. Но в отличие, например, от преступников, старики могут каждый день наслаждаться дурацкими передачами по телевизору. Зачем мы это смотрим? Это интересно. Сборище необразованных тупиц. У них одно траханье на уме. Но на одном канале показывают и что-то по-настоящему хорошее. А именно фильм Марка Сэндрича под названием «Цилиндр» 1935 года. Именно фрагменты этого фильма смотрят старики в этой сцене. Ради того, чтобы показать кадры из фильма «Цилиндр», авторы «Зеленой мели» даже специально сдвинули годы, в которые происходит основная история. Ведь в книге Стивена Кинга, по которой была поставлена эта картина, события происходили в 1932 году. А в фильме они происходят в 1935. Специально для того, чтобы можно было процитировать легендарный и любимый многими американцами фильм «Цилиндр». Именно благодаря кадрам из этого фильма на Пола нахлынули воспоминания. И он впервые решает поделиться историей своей жизни с подругой Элайн Коннелли. Я не говорил ни с кем об этом. Очень давно, Элли. Около 60 лет. Я был тюремным надзирателем во времена депрессии. Начальником в блоке смертников и руководил казнями. О, я прожил много лет, Элли, но... 1935 особенный год. Это был год Джона Кофи и смерти двух девочек. После этого зрителя погружают в воспоминания, и мы попадаем в 1935 год, в штат Луизиана, в тюрьму под названием Холодная гора, а конкретно в блок Е, где содержатся заключенные, ожидающие смертной казни на электрическом стуле. По словам Пола, это место часто называли «последняя миля» или «зелёная миля», из-за того, что цвет Пола в блоке был зелёного цвета. Тут, кстати, кроется сразу несколько интересных вещей. Во-первых, имеет место быть художественное допущение. В те годы в штате Луизиана преступников казнили через повешение, а электрический стул стали применять лишь с 1941 года. Второе, мы видим молодого Пола в исполнении Тома Хэнкса. Изначально роль молодого Эншко подолжен был сыграть Джон Траволта. Именно ему предлагал эту роль режиссёр картины Фрэнк Дарабонт. Всё потому, что Фрэнку очень нравилась экранизация другого произведения Кинга, Кэрри, 1976 года. И в этой картине как раз Траволта исполнял роль Билли Нолана. И Фрэнк хотел позвать его и в «зелёную милю», он в этом видел некий символизм. Но Траволта, ознакомившись со сценарием, отказался. И роль предложили Тому Хэнксу. Том Хэнкс, кстати, принял роль от счастья в знак признательности Фрэнку Дарабонту. Ведь ранее был вынужден отказать этому режиссёру, когда он приглашал его на роль Энди Дюфрейна в фильме «Побега Шоушенка». Отказался тогда Том Хэнкс, потому что в тот момент был занят на съёмках Фореста Гампа. Хэнкс, по задумке авторов, изначально должен был сыграть роль Пола и в старости. Но все попытки гримеров превратить Хэнкса в старика, так чтобы это выглядело органично, оказались тщетными. Поэтому Эншку по в старости пригласили сыграть актёра Даббаса Грира. В эту картину на тот момент 90-летнего актёра пригласил лично режиссёр Фрэнк Дарабонт. Ведь дело в том, что Даббас Грир был в своё время звездой картин категории «Б». Знаете, фильмы такие про стереотипных гангстеров или дешёвые ужастики. Но Фрэнку Дарабонту очень нравился фильм «Оно. Ужас из космоса». Кстати, именно эта картина вдохновит сценариста Дэна О'Бэннона на создание культовой картины «Чужой». Даббас Грир играл в этой картине роль Эрика Ройса. И именно поэтому режиссёр пригласил его в «Зелёную милю». Для актёра эта роль стала последней в его жизни. В блоке вместе с Полом несут службу ещё три надзирателя. Брут Хоуэлл, Дин Стэнтон, Гарри Тервиллигер и Перси Уэтмор. Как раз последний и конвоирует заключённого, нового, который должен прибыть на милю. Сам же заключённый моментально привлёк внимание не только всех надзирателей, но и всей тюрьмы своими феноменальными габаритами. У них мост буквально на земле. Что с машиной? У них сломались резцовы. Идёт смертник! Господи, не заткнул бы он свою пасть! По-моему, нам придётся повозиться с этим парнем. Это гигант. Идёт смертник! Сюда идёт смертник! Сюда идёт смертник! Перси, заткнись. У меня будут с тобой проблемы? Да, босс. Тебя зовут Джон Кофи. Да, сэр, босс. Как напиток. Только пишется по-другому. Вопросы? Вы оставляете свет после отбоя. Я иногда нехорошо чувствую себя в темноте. Если не знакомое место. Здесь довольно светло всю ночь. Роль Джона Кофи исполняет актёр Майкл Дункан. И на самом деле, он имел не такие уж и феноменальные параметры. Его рост был, да, довольно большим, метр девяносто шесть. В то время как, например, у Тома Хэнкса метр восемьдесят три. Разница есть, но не такая колоссальная, как в фильме. Такого эффекта в первую очередь добивались операторской работой, а именно правильно подобранными ракурсами. Ну и декорациями тоже, которые изначально строились в меньшем объёме и в меньших размерах, чтобы Джон Кофи на их фоне выглядел тем самым гигантом. Подбирали актёра на эту роль очень долго, по понятным причинам. Но конкретно Дункан порекомендовал на эту роль Брюс Уиллис, который в своё время снимался с ним в фильме «Армагеддон». Ещё интересная история приключилась с Дагом Хатчессоном, который исполняет роль Перси. По сюжету книги Перси был 21 год. Дагу на момент съёмок было целых 39 лет. Но об этом он на кастинге умолчал. Вернее, сказал режиссёру, что ему, ну, слегка за 30. Дарабонт же узнает правду только на съёмке фильма Мори Солтана, продюсером которого он был. На роль Гуса Моргана пришёл попробоваться тот самый Даг. Но там ему уже сказали, что нужен актёр постарше. И только тогда Дарабонт и узнал о настоящем возрасте актёра. Самого же персонажа, вот этого Перси, Кинг описывал как мелкого, трусливого гадёныша. Не упускающего случая оскорбить или унизить любого, кто по каким-то причинам не сможет ему ответить или дать какой-то отпор. Ты сломал мне палец! Я сбил ухмылку с твоей дерьмовой рожи. Он небольшого роста и поэтому страдает так называемым комплексом Наполеона. Также ввиду своих комплексов он чрезмерно чисто любив. С женственной внешностью и омерзительным характером. Трусливым, подлым и злобным. Чтобы этот персонаж буквально-таки источал негатив и был максимально омерзителен для зрителя, авторы картины прибегали к разным дополнительным приёмам. Например, у персонажа была мерзко скрипящая обувь. Всем надзирателям стало очевидно, что Коффи умственно неполноценный. Но попал он сюда не просто так, а за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек. Вы понимаете, что он умственно отсталый? Похоже, к нам прислали слабоумного. Кровь в жилах леденеет. Слабоумный или нет, но он заслуживает электрического стула. Помимо проблем на работе, связанных с Персией и новым заключённым, Пол мучился из-за воспаления мочеполовой системы. Из-за этой болезни, как он сам говорит, он по ощущениям будто писал битым стеклом. На следующий день надзиратели обнаруживают у себя на миле мышонка. Похоже, законодательное собрание штата выделило средства на содержание ещё одного надзирателя. Решают его поймать, но им это не удаётся. Чуть позже у существования мышонка узнаёт и Перси, Который тут же решает во что бы то ни стало убить этого мышонка. У Перси с коллегами довольно напряжённые отношения. Но никто ничего сделать ему не может, потому что он прикрывается своими связями. Помимо мышонка, на миле в этот день должно произойти ещё одно крайне важное событие. Репетиция казни Арлена Биттербака. На это время его отправляют на последнее свидание с семьёй. Арлен, твоя дочь с семьёй здесь. По сюжету фильма мы не узнаем, что он совершил. Но если обратиться к книге, то можно узнать, Что приговорён к смертной казни он был за убийство. А именно, в состоянии алкогольного опьянения. Он буквально размажил своему собеседнику голову кирпичом. Именно за это он и был казнён. Арлен Биттербак, в соответствии с законом электричество пропустят через ваше тело. И тогда вы умрёте. Да примет Господь твой. Пустить так. Всенадзиратели знают, что Перси должен перевестись из их блока в более престижное место. В психиатрическую лечебницу. Благодаря своим связям он может это сделать. Но намеренно оттягивает момент. И выдвигает условия Полу. Мол, он даёт ему руководить казнью. И после этого он спокойно переводится. Я хотел бы руководить следующей казнью. Тебе мало смотреть, как умирает человек. Ты хочешь чувствовать, как поджариваются его яйца. Я просто хочу руководить казнью. Давайте. Один раз. Вы отделаетесь от меня. Поверьте мне. Клянусь. Тем временем заключённый Эдуард Делакруа приручил мышонка. Который периодически наведывался на милю. И даже дал ему имя. Мистер Джинглс. Мистер Джинглс? Так его зовут. А ещё выяснилось, что этот мышонок очень умный. И может выполнять разные трюки. Очень умный мышонок. Верно, он именно такой цирковой мышонок. Пола вызывает к себе Холл. Начальник тюрьмы и близкий друг. Для того, чтобы сообщить, что в блоке ожидается очередное пополнение. Скоро прибудет Уильям Ортон. Он же Дикий Билл. Завтра привезут нового заключённого. Но Холла в первую очередь заботит совсем другое. Его жена тяжело больна. У неё неоперабельная опухоль. Это опухоль, Пол. Она размером с лимон, сказали они. И расположена глубоко. Поэтому нельзя оперировать. На следующий день за Диким Биллом отправляются надзиратели. Но Уильям притворяется, что его накачали наркотиками. Парня напичкали наркотой. И никому не пришло в голову проверить, так ли это или нет. Поэтому всё обернулось очень нехорошим образом. Осторожно. Эй, Парси! Давай, Парси, предупреждаешь меня? Давай! Именно в этот момент неожиданно выясняется, что Джон Кофи обладает самым настоящим даром. Он может исцелять людей. И решает избавить от страданий Пола. Босс, мне нужно, чтобы вы подошли сюда. Сейчас не очень подходящее время, Джон Кофи. Совсем не подходящее. Но мне нужно, босс. Мне нужно поговорить с вами. Что тебе надо, Джон Кофи? Хочу помочь. Не бойся. Стэндом! Кто-нибудь сюда! Что интересно, в фильме это, правда, не так отчётливо заметно, в отличие от книги. Но у Зелёной Мели очень много чего общего, даже не так. История буквально копирует сюжетную линию Понтия Пилата и Иешуа из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Только тут немножко подкорректированы, конечно, типажи героев, ну и, само собой, у них другие имена. Но, по сути, посмотрите, тут есть праведник-чудотворец, который был незаконно осуждён, но который при этом исцеляет своего палача. Палач, который после исцеления мечется между служебным долгом и моралью. Добрый и честный чудотворец, который смиренно принимает наказание. И тут даже, как и в «Мастере и Маргарите», есть питомец, который разделяет наказание с хозяином. Только тут будет не пёс, конечно же, а мышонок. Кофи действительно исцелит Пола. И за что на следующий день будет достоин подарка от его жены в виде пирога. Пол же задастся целью узнать обстоятельства дела, по которому проходит Кофи. Для этого он отправится на разговор к адвокату, который заверит, не сомневайтесь, Кофи виновен. Приближается день казни Эдуарда Делакруа. Поэтому ему рассказывают легенду о том, что приехали серьёзные люди, которые заинтересовались его мышонком. Всё это, конечно же, предлог, чтобы вывести Делакруа из блока и отрепетировать казнь. Так, действуем быстро, ребята, мало времени. Начинаем репетицию, пожевеливаемся, у нас мало времени. Кстати, по сюжету фильма нам тоже не сообщают, за что же именно его приговорили к казни. Зато если обратиться к книге, мы узнаем, что за обликом милого дядечки с мягким характером скрывается настоящий насильник и убийца. Приговорён он к казни был за то, что изнасиловал и убил девушку. Затем, чтобы скрыть следы преступления, отнёс её тело к пансиону. Облил её тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Но огонь перекинулся и на здание, и полностью его спалил. В пожаре погибли ещё шесть человек, среди которых двое детей. Но здесь намилик даже к таким заключённым относятся лояльно и с пониманием, по-человечески. Все, кроме Перси, который продолжает всячески проявлять свой характер и издеваться над теми, кто слабее его. Но тут уже сам Перси случайно оказывается в руках дикого Билла. Из-за чего он со страху промочил штаны. На следующий день Делагро рассуждает о том, кому бы ему оставить мышонка. И надзиратели выдумывают историю о Маусвилле. А что если у Маусвилля? Маусвиль? Аттракцион во Флориде. Они возьмут мистера Джинглса? Думаешь, он им подойдёт? По-моему, он очень умный. Но тут появился Перси и раздавил мышонка. Эп, он убежал. Нееет! Мистер Джинглс! Именно в этот момент свидетелями чуда становятся уже все надзиратели. Дайте мне, пока ещё не поздно. Что ты делаешь? Пожалуйста, Джо. Помоги ему. Боже, кажется, шевелится. Мистер Джинглс, что ты сделал? Я помог мышонку Делла. Фол разрешает Перси провести казнь Делла Круа, но берёт с него обещание, что после этого он переведётся из его блока. Перси, ты дашь клятву. Я разрешу провести казнь Делла. А ты подашь заявление о переводе. Перси соглашается, но и тут решает устроить подлость. Он не намочил губку, и из-за этого Делла Круа буквально зажарился живьём. Эдуард Делла Круа, суд присяжных приговорил вас к смертной казни. Хотите что-нибудь сказать перед исполнением приговора? Я бы хотел вернуть всё назад. Но поздно. Да простит меня Бог. Он милостив, аминь. Эдуард Делла Круа, в соответствии с законом, через ваше тело пропустят электричество, и тогда вы умрёте. Пустить ток! Губка сухая. Почему не вырубаешь генератор? Он ещё жив. Хочешь, чтобы я вырубил пока он живой? А ты смотри, ублюдок! Давай, гаси его. Ты устроил это. Что, чёрт возьми, произошло? Казнь. Успешная казнь. Как это дерьмо, назвать успешной казнью, я не знаю. Я не знал, что губка должна быть мокрой. Сколько лет ты ссал на крышку унитаза, пока тебе не сказали, что крышку надо поднимать? На следующий день, после визита к холлу и общения с его больной женой, надзиратели принимают решение, что нужно помочь его жене, достовив кофе к ним домой. Всё идёт по плану. Дикого Билла они усыпили, подсыпав ему в газировку снотворное. Вот оно. Я вижу. Хотите пить? Холодное из холодильника. А мне? Не дадите? Дежурные написали, он хорошо себя вёл. Я хорошо себя вёл, ведь. В камере жарко. Дайте. А Перси с силой упекли в карцер. В чём дело? Нет. От меня невежды. У меня есть связи. Пожалуйста, не сажайте меня к дикому Биллу. Умоляю, не надо. Нет, не делайте этого. Вы не можете так. После чего тайком вывели из тюрьмы кофе и привезли его в дом к Холлу. И кофе в очередной раз сотворил настоящее чудо. Вы помочь? Я не понимаю, чего ты хочешь. Только помочь. Только помочь. И всё. Не надо входить. Вы не входите. Всё хорошо, Хэлл. Всё хорошо. Хэлл, успокойся. Просто смотри. Мелинда в знак благодарности подарила ему медальон, на котором изображён святой Кристофер. Возьми, Джон. Это подарок. Это святой Кристофер. В католицизме известны как покровитель путешественников. А Джон Кофи описывал себя именно как одинокого странника. Ну а сам Джон Кофи – это очевиднейшая аллюзия на Иисуса. Странник, чудотворец, который исцеляет людей и страдает за их грехи. Ведь, конечно же, он не убивал девочек. Это сделал Дикий Билл. А Кофи просто хотел их спасти. В английском языке даже инициалы Кофи соответствуют инициалам Иисуса. Правда, в этот раз после исцеления что-то пошло не так. И Джон Кофи стал задыхаться. Надзиратели решили, что он принял решение умереть вот так, а не садиться на электрический стул. Он не сядет на электрический стул, ты понял? Он специально проглотил эту гадость. Ему осталось несколько дней. Кто-то из нас придет проверять камеру и найдет его мертвым на койке. Если это его выбор, он это заслужил. Но на самом деле, все было иначе. Он лишь хотел наказать плохих людей. Потому что, когда герои вернулись на Милю, произошло вот это. О, господи. Барси, ты в порядке? Что надо? Что ты уставился? Пьяный идиот. А после чего, Кофи передал часть своей силы Полу. Чтобы тот увидел, что же на самом деле произошло. Это дар. Я дарю тебе свою силу. И ты сам все увидишь. Ты любишь сестру? Если пикнешь, знаешь, что случится? Я убью ее, а не тебя. Если ты пикнешь, я убью ее. Поняла? Их любовь. Погубила их. Также Кофи говорит, что страшно устал. И отвергает предложение Пола, который хотел его спасти. Дать ему сбежать или любой другой вариант, чтобы Кофи выжил. Но Кофи лишь попросил в качестве последнего желания посмотреть фильм. Тот самый фильм «Цилиндр». И еще, чтобы именно Пол прочитал молитву перед казнью. Готовность 1. Джон Кофи, суд присяжных приговорил вас к смертной казни. Приговор объявлен судьей, пользующимся авторитетом в штате. Я в рейх. Я в рейх. В соответствии с законом, через ваше тело будет пропущен электрический ток. И тогда вы умрете. Да простит Бог твою грешную душу. Надо это сказать. Они помогли ему убить себя. И так происходит каждый день во всем мире. Пусть итог. Уже после казни Пол обнаружил мышонка, мистера Джинглса, который вернулся на Милю. После этого уже мы возвращаемся в настоящее. Где постаревший Эншкоп введет свою единственную подругу в свое секретное место. Чтобы показать ей мистера Джинглса. На этом фильм фактически заканчивается. Выводом здесь есть то, что Пол обрек себя на вот такое вот наказание. За то, что казнил невиновного. Наказанием будет не столько долгая жизнь, сколько то, что он увидит, как умрут все его близкие. В фильме этого не будет, но в книге Брут умрет в 1957 году от инфаркта. Жена Пола погибнет в автокатастрофе в 1956 году. Дин после казни Джона Кофи переведется в блок Си. Где через 4 месяца его убьет заточкой другой заключенный и так далее. Я буду жить, это мое проклятие. Это моя божья кара. За то, что я позволил казнить Джона Кофи тогда. На мысль не дает мне заснуть по ночам. Если благодаря ему мышонок живет так долго, то как долго должен жить я? Каждый из нас должен умереть. Исключений нет. Ну, господи. Иногда зеленая миля кажется такой длинной. На этом первый такой пилотный выпуск новой рубрики подошел к концу. Если вам такой формат интересен, обязательно пишите об этом в комментариях. И можете там предложить, например, какой фильм или сериал можно взять в эту рубрику. Или просто поставьте лайк под этим видео. И тогда я пойму, что вам было интересно, и вы хотите увидеть еще подобные ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!